Недружелюбно настроенные челнинцы вышли на проспект Дружбы Народов, чтобы воевать с чиновниками и бизнесменами. Это собрание жильцов организовали активисты 40.03, которые борются за придомовую территорию и отмену решений из полкома, который позволил строить рядом с их домом новую высотку. Люди настроены решительно, в этом убедился мой коллега Егор Орлов. Чиновники, сколько можно думать о своем кармане? Ну думайте о людях! Пальцем ткнули и выделили. Нет, чтобы на место выехать и посмотреть. Согласно этому проекту, на небольшом пятачке у дома 40.03 будет расположено 16-этажное жилое здание. Планом также предусмотрены две парковки и детская площадка вдоль проспекта Дружбы Народов. Сей документ старший по дому представил застройщик. Народ начал бить тревогу. Уже когда все разрешения были подписаны, механизм запущен и это попытка его остановить. Когда платить деньги с нас брать, то это мы владельцы. А когда распоряжаться землей и строить все, что им вздумается, мы никто. Никто не спрашивает. То есть нас никто не спрашивает. Я являюсь членом Координационного совета старших по домам Центрального исполкома. И там случайно я узнала, что вот около нашего суда будут строить дом. Жители дома, которые находятся прямо напротив городского суда, уверены, что их права грубо нарушаются. Их мнение таково, что старенькая девятиэтажка, которой уже скоро исполнится 30 лет, она вся трещит по швам, просто не выдержит. Строительство башни всего в нескольких метрах от нее. Именно на это обращали внимание чиновников недовольные жильцы дома, когда устраивали поход в мэрию. Но есть еще одна проблема. Строительство парковок и детской площадки планируется на территории, где сейчас расположена уникальная аллея. Тут у пешеходной дорожки высажены благородные породы деревьев, например, лиственницы. Гордость всего комплекса. Восхищаемся вот этим участком, вот этим клочком в любое время года. Красота неописуемая. Здесь гуляют люди, прохаживаются по аллее. И это все хотят вырубить, хотя этим посадкам уже больше 20 лет. Арендатор обязан не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановке на арендуемой и близлежащей территории. А если он вырубит деревья, а если он здесь сделает парковку? Конечно, деревья могут и пересадить, но жильцы настаивают на неприкосновенности этой территории. Парковкам тут не место, а детскую площадку у проспекта вообще опасно строить, считают собравшиеся. Вместо этого лучше бы переделали ту, что во дворе дома. Но все же разрешения уже подписаны, а значит и недовольство народа не является основанием остановить застройщика. Право поставать, голодать, стучать ногами, кидать камни – это право каждого. Ограничений, что там только трава или жители этого не хотят, таких ограничений не существует. Все делается в рамках закона. Если кто-то нарушает закон, у нас есть на это дело прокуратура, а дальше у нас на это дело есть суд. Прокуратуру жители дома 4003 уже обратились. Сейчас они думают над тем, чтобы связаться с независимыми экспертами и рассчитать, выдержит ли их дом соседство со стройплощадкой. Люди понимают, что если дело дойдет до суда, то понадобятся весомые аргументы. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.